Это актуальное интервью в студии Сергея Мехедов. Здравствуйте! Подготовка к пожароопасному сезону идет в соответствии с принятым комплексным планом обеспечения готовности к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров. В вопросах по профилактике пожарной безопасности в лесах и весенне-летний период одна из важных мест отводится запрет у сельскохозяйственных палов. О правилах запрета и штрафных санкциях при нарушении закона расскажет гость студии. Алексей Гоголев, руководитель департамента лесного надзора и охраны лесов. Алексей Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте! Когда был введен запрет на сельскохозяйственные палы? Запрет на сельскохозяйственные палы был введен у нас постановлением правительства Российской Федерации 25 апреля 2019 года под номером 390. О запрете выжигания сухой травы в землях иных категорий сельскохозвозбищных. Также у нас действует пункт 186-185 правил противопожарной охраны лесов, где запрещается также выжигание сухой травы иной растительности на землях, примыкающихся с лесным фондом. То есть у нас запрет введен по всей территории Российской Федерации, на всех субъектах. А почему введен запрет? Чем опасны сельскохозяйственные палы? Сельскохозяйственные палы – это земля иных категорий. Часто очень много переходов именно тех земель на лесные фонды. Поэтому руководством страны было принято решение запретить. И тем более первые пожары, первые пожароопасные периоды именно открывались в результате выжигания сухой травы иной растительности. То есть грозит пожарами, листыми пожарами? Да, первые пожары – это всегда как догрозовые, допустим. В Якутии у нас были именно мест, серхоз, земель. И также есть мест отдыха в населении. Это тоже земли иных категорий. Поэтому сейчас идет мониторинг этих мест. И после запрета есть положительная тенденция. Поэтому как бы… Ну, лесные пожары, мы понимаем, что это очень опасно. Вообще, каким последствиям могут привести сельхозпалы? Сельхозпалы могут привести к абсолютно неконтролируемым последствиям. То есть никто не может прогнозировать, какого будет вида действия лесных пожаров. Это от погоды зависит, от подстилки зависит, от породы лесного массива зависит. Может перекинуться спокойно на земли населенных пунктов, экономики. Это очень опасно. Поэтому лучше не рисковать, лучше не сжигать сухую траву. Ну, особенно в ветреную погоду, конечно. Конечно. У нас весна практически вся ветреная. Май месяц. И тем более сейчас пожары первые пройдут, откроется сезон. Наши ребята что они делают? Они идут тушить те пожары, которые не специально, возможно, не по знанию, прошли, именно перешли с земель иных категорий в лесной фонд. То есть они будут тушить его месяц, полтора, пока у нас основной лесопожароопасный период не придет. Именно грозовые у нас то, что в последнее время в Якутии очень часто возникает. И они просто есть даже в моем опыте парни, которые отработав место, они увольняются. Вот эти у нас опытные ребята, уже самый период пожароопасного горения нашего в отдаленных местностях, они уже увольняются некоторые люди. То есть вот весной самый массив. Допустим, в прошлом году нами было зафиксировано 151 лесной пожар. 151 лесной пожар. 151 только из-за сельхозпалу. Это регистрированные пожары. А понимаете, сколько есть пожаров, которые муниципалитеты сами тушат, населенные пункты. Есть такой опыт. А какую-то профилактическую работу ведете, как-то общаетесь с населением? Да, постоянно, ежегодно, целый год. В основном самоусиление у нас идет в весенний период. Это совместно с управлением надзорной деятельностью ГУМЧС России по республике Саха-Якутия, также с органами МВД у нас подписаны межведомственные рядовые мероприятия. То есть нами с министерством, имею в виду, подписаны. И соглашение у нас действует о мерах поддержки и профилактики с теми же нашими коллегами с МЧС и с МВД. То есть серьезно там все, вплоть до уголовного можно. А вообще какие штрафы предусмотрены за нарушение запретов? За нарушение запретов на физлиц у нас по статье 8.32 Кодекса административно-правонарушений действует штраф на физлицо, ну, на гражданина, от 30 до 40 тысяч. Штрафы, к сожалению, невозможно избежать. Если есть факт нарушения, в суд и все штрафуется. Потому что у нас с этим, как говорится, все действует в рамках закона и контролируется. Также на должностных лиц от 40 до 60 тысяч. Для юридис от 300 до 500 тысяч рублей штраф. А если переход земель иных категорий перешел по вине гражданина, и ущерб лесному фонду был составлен порядка более 10 тысяч рублей от 10, то уже будет уголовная. А уголовная ответственность чем грозит? Это до трех лет лишения свободы, работа принудительная, штраф, огромный штраф. А как вообще вы фиксируете такие нарушения, как это происходит? Ну, в основном фиксируется у нас по опыту, да, по опыту у нас 25 лесничеств по республике. Вот именно весенний период усиленная работа ведется по патрулированию. Есть у нас утвержденный маршрутер патрулирования. Прогнозируются те участки, от которых могут идти пожары. Вот это заранее прогнозируется и фиксируется все, план заносится, и в соответствии с этим планом проводят меридовые мероприятия. В соответствии с соглашениями СМЧС и МВД. Собместный. То есть лесничество может зафиксировать, а МВД это уже постановление выносит, а потом уже штрафы по нескольким направлениям идут. То есть есть маршруты, в принципе, по этим маршрутам определяется уже понятно. А вообще какой процент пожаров по причине выжигания сухой травы? Ну, процентовку... Просто у нас есть данные, вот то, что сказал в прошлом году, 151 пожар. Это у нас, сейчас вспомню, в Намском 7 пожаров было, в Хангаласском около 20, по-моему. В Верхоянском 30 пожаров было. Только в одном Верхоянском районе? Да. Ну, в Верхоянске серхозпалы, у них же местность сухие ручьи травянистые. У них есть традиционные ведут коневодство, занимаются коневодством. Поэтому, как бы, из-за этого жгут сухую траву или просто неосторожное обращение с огнем в лесном массиве, который переводит в выгорание сухой травы, потом переход в лесную плату. Это очень долго делается. Ну, то есть управление надзорной деятельностью МЧС, они все это фиксируют, акты составляют, расследование. После этого выносится вердикт, как, почему и от кого вышли. Сейчас, тем более, у нас очень много камер, знаете, въезде, в выезде в город. У каждого инспектора есть квадрокоптеры. То есть современные технические средства. Вы можете даже не заметить, квадрокоптер пролетел, зафиксировал ваш автотранспорт, потом пожар идет, очаг пожара, с какого места началось. Это сейчас легко и доказуемо. Поэтому я хотел бы предупредить населению, чтобы чуть-чуть сдержались и в мае, если идут на шашлыки, чтобы не скидывали, не высыпали пепел, костры недотушенным оставляли. Даже вот сигареты, чтобы тушили. Перетерпеть май, потом у нас июнь вроде бы как бы спокойно идет. Потом снова опять же с июля начинаются у нас сухие грузы. То есть получается, в принципе, человек может отдыхать на шашлыках или еще где-то, потом совершенно неожиданно к нему придут домой. Если откроется пожароопасный сезон, то ведется ограниченное ограничение на посещение граждан лесных массивов. Сейчас, допустим, в Москве принято московским постановлением правительства, и города Москвы о запрете посещения лесопарков. Мы сами себе же делаем плохо. Просто нужно поднять свою культуру, культуру посещения лесного массива. Защищать лес. Допустим, я знаю, как нужно не допустить огонь, распространение огня. А сосед мой, по соседству, который отдыхает, он не знает. Можно с ним поделиться. А как следует себя вести, если, например, компания собралась отдохнуть, например, в лесном массиве? Как себя следует вести, чтобы не допустить огонь? Ну, сперва идет выбрать, надо правильное место выбрать. Не в таком месте, где сухая трава, она же как порох идет. Да, сухая трава, как порох, как давно... Махом вспыхнет, плюс ветер, потом все разгорел. Вот сами же, знаете, когда костер сжигаете, тут же поднимается ветер. Вот так и всегда с пожарами. И не успеют просто понеосторожно. Нужно иметь с собой постоянно лопату. Да, нужно ввести защитный барьер вокруг костра обязательно. Там, где мангал стоит, надо. Ни в коем случае нельзя пускать салюты или ракетницу в этот период. Сейчас, почему ракетницу говорю, потому что у нас охотники часто ищут друг друга. И у всех сейчас маленькие ракетницы, которые, да, тоже являются. Просто подъехал, стрельнул ракету и уехал. Потом она там лежит немножко. Начинает подбираться. Да, тлеет. Не факт, мы не можем сказать, что она конкретно попадает на траву. Она может в любую подстилку горючую попасть и там тлеть часами. Потом уже подняться, как с Петром. В этом году есть какие-то прогнозы по пожароопасному сезону? Да, есть прогнозы. Ежегодно у нас делаются прогнозы противопожарного сезона. То есть они берутся по наблюдениям ФБУ Авиалесохрана, гидрометеорологической службы. Я не хочу сейчас озвучивать районы, предварительно которых могут возникнуть режим ЧС, потому что не хочу пугать. Но все равно у нас лето будет сухое. В любом случае мы ожидаем сухое лето. В любом случае ожидаем сухое, да. Засушливое лето. Ну вот у вас есть прекрасная возможность сейчас обратиться к нашим телезрителям, чтобы вы им сказали перед предстоящим сезоном, как следует себя вести, может быть, чтобы вы отметили. Ну, мы всегда лесники, работники лесной отрасли, просим защищать, хранить наш лес. Это то богатство, которое мы должны оставить своим потомкам. По большинству части, по вине людей, то есть нас, да, выгорают огромные площади территории, которые потом восполняются с трудом. У нас в Якутии. Почему у нас в Якутии? Потому что там, где прошел лесной пожар, обычно лес не восстанавливается, большинство частей. Потому что умирает полностью лес, мерзлота тает, и появляется там плывун, топь, мари и тому подобное. Лесной фонд, то есть восстанавливается не по всей мере. Алексей Николаевич, ну, будем надеяться, что этот сезон пройдет спокойнее, чем предыдущий. Спасибо, что прошли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем успешной работы во благо жителей нашей республики. Спасибо вам тоже. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. Спасибо.